Самые первые кредитные каникулы были введены законодателем в 2019 году по ипотечным кредитам. Потом кредитные каникулы получили свое распространение в рамках поддержки в качестве антиковидных мер весной 2020 года. В октябре 2022 года кредитные каникулы были предоставлены военнослужащим и их семьям. Летом 2023 года Государственная Дума приняла закон о постоянном механизме кредитных каникул по потребительским кредитам. С января 2024 года вы можете воспользоваться кредитными каникулами, если у вас наступит одно из двух обстоятельств. Ваш доход снизится более чем на 30% по сравнению с предыдущим периодом или вы станете жертвой каких-то стихийных, чрезвычайных ситуаций, катастроф, наводнений. Для того, чтобы получить кредитные каникулы, вам нужно обратиться к своему кредитору и предоставить соответствующие документы. Кредитные каникулы подходят всем категориям граждан, которые являются заемщиками в банках, получили там кредиты, кроме того, брали займы в микрофинансовых организациях и кредитных потребительских кооперативах. Кредитные каникулы будут отражены в кредитной истории, но не будут ухудшать ее. Кредитные каникулы нельзя будет попросить по тем договорам, по которым вы уже пользовались льготным периодом и вам, кредиторам, были предоставлены кредитные каникулы, за исключением военнослужащим. Им также можно будет обратиться за кредитными каникулами по постоянно действующему механизму, даже если ранее они пользовались кредитными каникулами по своему специальному закону. Максимальные размеры потребительских кредитов, по которым может быть предоставлен льготный период кредитные каникулы, установлены правительством Российской Федерации. Так, по автокредитам этот лимит составляет не более 1 миллиона 600 тысяч рублей, по прочим кредитам 450 тысяч рублей и по кредитным картам 150 тысяч рублей. Во время действия кредитных каникул кредитор не начисляет вам неустойку, не может обратить взыскание на предмет залога и обратиться к поручителю. Кроме того, те проценты, которые начислялись во время действия льготного периода, вы должны будете уплатить равными платежами по истечении этого периода. По кредитным же картам вы должны будете погасить проценты начисленные в течение двух лет после окончания льготного периода равными платежами каждые 30 дней.